Вкус чудо Мы играем атакующий футбол Это наша философия Мы были хороши, потому что мы были хороши Мы были хороши, потому что мы хотели побеждать в каждой игре Это мы и делали Мы забили гол 2-3 и команда не останавливалась У нашей команды был хороший аппетит Они хотели забивать как можно больших голов в каждой игре И это получалось Первый матч сезона, первый трофей на кону Шахтер уже привычно начинал долгую дистанцию поединком за Суперкубок Украины Непривычным был соперник, ведь в Луганске зрители увидели Донецкое дерби Каким он будет? Шахтер 2012 Ответ пришел уже на шестой минуте стартового матча Фирменное блюдо сеткой быстрых передач накрыло защиту соперника Прорыв по флангу и смертельно опасный пас назад под удар Лоис Адриана, автор первого гола Шахтера в сезоне 2012-2013 И второй мяч вышел на заглядение Еще один кошмар для обороны противника подытожил кулинар красивых голов Дуглас Коста 2-0 Первый трофей поднят над головой Впереди лежала долгая дорога, но задел был положен Шахтер образца прошлого года очень близко подошел к моему определению команды мечты Защиту чемпионского титула горняки начинали на Донбасс-арене матчем против неудобного противника Арсенала Межсезонье для многих сборников Шахтера из Евро 2012, оказавшееся совсем коротким, принесло парадокс Готовность чемпиона была на порядок выше остальных команд Наши сборы начали очень-очень сильно Мы подготовили очень-очень хорошо У нас было 15-20 дней на поле Но команда очень хорошо работает И когда начинают чемпионаты, мы уже готовы к чемпионатам И наш уровень технический самый лучший в Украине Шесть сухих голов получил Арсенал на глазах у переполненной Донбасс-арены Горняки не просто громили соперника В каждом голе они разбирали защиту киевлян с геометрической точностью Команда Луческо на поле опережала гостей на несколько шагов и в мышлении, и в исполнении Помочь отличиться партнеру приятнее, чем забить самому Атака начинается с отбора на чужой половине, продолжать забивать, несмотря на счет Вот те черты, которые Шахтер принесет через весь сезон Летние матчи горняков слились в сплошную череду голевых пиршеств Три гаверли, по четыре волыни и ворскли, пять черноморцу Шахтер не просто набирал очки, не просто громил соперников В каждом матче Шахтер давал понять, что играет для болельщиков Красота, мощь, совершенно иной космический уровень футбола для Украины Ради этого, наверное, и создан футбол для болельщиков, чтобы показывать зрелище Единственный по-настоящему нервный и тяжелый летний матч Шахтер сыграл в третьем туре Когда Кривбас на Донбасс-арене почти сумел сделать невозможное Удаление Александра Кучера в начале первого тайма Надежная оборона криворожан и характер горняков Победный гол на третьей компенсированной минуте Фернандинья помнил до конца сезона Да, с Кривбасом это не первый раз, который был сложен Я помню, что в прошлом году или два-три года назад тоже был тяжелый скривбас Они всегда, когда приехали в Донецк, у нас трудно выиграть И в прошлом году было то же самое И был день рождения Милча Куческу Все думают, что мы выиграли очень-очень легко Но так не получилось И я успех забивал там в последние минуты Для меня была очень хорошая эмоция Но самое главное, что мы выиграли и забирали три очки Лето сменило осень, а в календаре настал самый тяжелый отрезок Четыре матча с главными конкурентами Причем с Динамо дважды Сперва в чемпионате, потом в кубке Шахтер Динамо Первая в сезоне украинская классика выпала на 2 сентября Донбасс-арена полыхала оранжевыми цветами А со стартовым звездом этот огонь перекинулся и на поле Шахтер осадил штрафную противника и штурмовал до тех пор Пока Кучер не распечатал Максима Коваля Ну а второй гол Александра только подтвердил В Шахтере атакует вся команда И забивать умеют все без исключений Так задумывалось, так есть, так будет Это был очень, тоже очень сложный Как бы для нас нужный матч, нужные три очка Мы все-таки уходили в отрыв Оставляли позади, да, Динамо уже Можно сказать, тогда уже тоже неплохим преимуществом И, конечно, нужна была только победа в этом матче И чего мы все-таки добились и сделали это Главное, что, не то, что два гола я забил Главное, что мы все-таки победили Взяли три очка Удар на загляденье от Луиса Адриана закрепил победу Шахтера 3-1, горняки не оставили вопросов ни своим фанатам, ни болельщикам Динамо Три недели спустя они встретились в Кубке Так было угодно календарю Но в раскладе сил ничего не поменялось И Донбасс-арена снова смаковала разгром главного футбольного оппонента Шахтер четырежды наказал Динамо за ошибки в обороне Луис Адриана и Алекс Тошейра отличились в первом тайме Фернандиньо и Дарио Сырна во втором Превратив вечного противника в котлету по Донбасске Еще никогда ранее горняки не отгружали белоголубым сразу четыре мяча Но и так мощно они еще никогда не играли 4-1 Шахтер прошел в 1-8 финала Отправив в отставку Юрия Семина Свой самый сложный матч первого круга Горняки также сыграли в сентябре И также на Донбасс-арене В первом круге Я думаю игра с Днепром Потому что играли дома Тоже пропустили быстрый гол А потом уже сравняли и даже выиграли 2-1 Матчи команд Луческо и Рамоса Это не просто футбол Это точка кипения Это всегда взрыв эмоций Вопрос только в том, когда он произойдет И кто лучше сможет с этим совладать Шахтер справился И с нервами, и с быстрым голом днепропетровцев Ответив на него ударом Хитаряна И с просто мистическим невезением Мяч отказывался залетать в ворота Яна Лаштувки Даже два 11-метровых удара От Фернандиньо и Луиса Адриана Нашли лишь каркас ворот Распечатать заколдованный створ Смог только незаменимый Везде успевающий Дарио Сарна Фирменным подключением При розыгрыше углового Эффектную точку в спринтерском рывке По поверженным конкурентам Горняки поставили в Харькове 7 октября Хотя и здесь подопечному участку Пришлось столкнуться с таким неприятным фактором Как незавитый пенальти Еще один признанный мастер Бразильской диаспоры Виллиан Продолжил необъяснимую череду промахов Зато безупречно эстетичны были Как пас Фернандиньо Так и голевое оформление Генриха Мхитаряна А неберущийся выстрел Илсиньо Ознаменовал рекорд 11-ю победу подряд На старте чемпионата И 9 баллов отрыва от второго места А ведь горняки не задавались С рекордными целями Просто в каждом матче Они хотели забить как можно больше Это подкупало болельщиков А в таблице отрыв продолжал неуклонно Расти сам собой Донецкая команда просто не теряла очков Октябрь сменился ноябрем Подходил к концу первый круг А команда Луческо Продолжала оставаться безупречной И перед игрой 15-го тура С Донецким Металлургом стало ясно Шахтер может установить вечный рекорд Достижение, которое в лучшем случае Удастся повторить, но не превзойти Победы во всех матчах первого круга Донецкое дерби снова стало знаковой вехой И Шахтер сыграл так, что ни у кого не возникло вопросов Снова сработало подключение Дарио на угловой Хорватский гол положил начало разгрому А скорость и пространство на флангах Превратили матч в бенефис вкусного футбола Противникам и специалистам Оставалось лишь задаваться вопросом Каким образом Шахтер сумел поднять свою игру На новую ступень Недостижимую для остальных участников чемпионата Ответ оказался проще, чем можно было представить Взаимопонимание на футбольном поле Было отлажено до автоматизма Это вводило в ступор соперника Игра базировалась на индивидуальных качествах футболистов При этом каждый знал свои действия на поле Можно сказать, что мы росли все вместе Играли больше на уровне чувства друг друга Чем на отработанных взаимодействиях Вся команда сохранилась И у нас сыгранность была более хорошая Чем в прошлом или позапрошлом году Поэтому это тоже имеет очень большое значение Мы начали чувствовать друг друга очень хорошо Понимать еще лучше Каким бы феерическим ни был первый круг Нагрузка сразу на нескольких фронтах должна была сказаться Осечка случилась в середине ноября в Киеве против Арсенала И стала единственным поражением горняков в чемпионате То, что это была именно осечка Оранжево-черные успели подтвердить еще до перерыва Разгромив Гаверлу И в сухую переиграв Кривбас На каникулы команда Луческо уходила Имея 12 очков отрыва от второго места И 52 забитых мяча Почти по три в каждом матче Такого преимущества Такого доминирования в истории Шахтера еще не было Однако оно же порождало и возможные трудности Теперь перед Мерчей и Луческо Стояла непростая задача Сохранить настрой и на весенний отрезок Я никогда не акцентировал внимание игроков на разнице в очках Наоборот, всегда настраивал команду Что это самая важная игра чемпионата Ведь каждый матч начинался при счете 0-0 Словно и не было перерыва Первого марта Донбасс-арена снова увидела Четыре забитых мяча Голы в ворота Волыни влетали в фирменном шахтерском стиле Однако, как и осенью, первые матчи были лишь разогревом Перед главными баталиями весны Которые должны были решить судьбу золотых медалей Первым на пути чемпиона стояла Киевская «Динамо» уже во главе с Олегом Блохиным Самая важная игра, когда мы уже почувствовали, что стали чемпионами Это, наверное, была на выезде игра с «Динамо» «Динамо-Киев», когда обыграли 2-1 Я думаю, вот уже после этой игры Мы уже были как-то вот уже спокойны душой Что вот все уже мы можем быть чемпионами Потому что, по-моему, в этой игре После этой игры у нас уже 4 очка, по-моему, если не ошибаюсь Всего лишь выделяло чемпионство Однако, если бы не Генрих Мехитариан Настрой после матча в Киеве мог бы быть совсем иной Ведь гол Ярмоленко на старте поединка Серьезно усложнил жизнь горнякам Битва в Киеве была похожа на схватку боксеров-тяжеловесов Которые обмениваются сильнейшими ударами В надежде первым нокаутировать соперника Но исход такой игры предугадать несложно Еще никому в Украине за последние несколько лет Не удавалось обыграть «Шахтер» в открытый футбол Там, где последнее слово остается за атакой Горняки непобедимы И дубль Мехитариана покорил столицу Впервые с 2004 года «Шахтер» победил белосиних на их поле Теперь, когда под вопросом оставалось Уже не само чемпионство, а дата его оформления «Шахтер» мог позволить себе расслабиться И чуть сбросить обороты чемпионской гонки Боевая ничья в Днепропетровске Сранавнов забил команде «Рамоса» Снова его мяч принес очки горнякам Интересно, что Дарио забил за чемпионат всего-то два мяча Оба Днепру Казалось, непозволительно мало для одного из лучших атакующих защитников Европы Но сам Дарио был сконцентрирован на другом Он раздал партнерам 12 голевых передач, став лучшим ассистентом чемпионата Сколько раз я уже повторил это, я даже сам себе надоел, что я горжусь, что я играю в «Шахтера», капитан «Шахтера» И я люблю эту команду и никогда себе не буду ставить на первое место Моя работа – забивать, бегать, играть как могу лучше, как я, так и вся команда В любом случае вопрос о чемпионстве принесся на домашний матч с «Металлистом» Донбасс-арена ждала золота, но и харьковчане приехали биться за серебро Тем более в составе «Металлиста» был игрок, для которого матч против «Шахтера» имел особое значение Весь тот сезон Марка Девич начинал в оранжево-черной футболке И форвард, и его команда выдали, пожалуй, лучший свой поединок А гол Девича сделал бы честь любому нападающему Тешейра, Чегринский, Мхитарян никому не удалось пробить Горяинова А время неумолимо таяло С ним таяли и чаяния стать чемпионами уже этим вечером Но команда за год держала и не такие удары А Луческу переигрывала куда более серьезную защиту Ключевой ингредиент от мистера – выход Алсиньо Бразильца, который славен своими решающими голами И чутье не подвело тренера 84-я минута – пас Фернандиньо и золотой гол Алсиньо Ничья ценой в чемпионство добыта Вы знаете, приезжает 50 тысяч людей на Донбасс-арену Конечно, хоть стать чемпионом Украины именно на самом стадионе У меня пресс-фильм были вечером Поэтому очень приятно было, что мы именно дома Заврали чемпионство Украины Шахтер в четвертый раз подряд стал лучшей командой в Украине Причем за 4 тура до финиша Такого в истории Горняков еще не было Если чемпионство имело вкус, то это был вкус бразильских шашлыков Которые Фернандиньо организовал всей команде на следующий день Футболисты, тренерский штаб с семьями встретились на базе в Кирше Чтобы узнать, как готовит главный кулинар Атак Шахтера в центре поля Там у нас два дня выходных было Мы собрались, там, всей командой, и с женами, и с детьми, и все И не то, что праздновали, а просто отдыхали и наслаждались жизнью Хочу сказать, что армянский шашлык намного вкуснее До конца чемпионата оставалось 4 тура И один незакрытый вопрос Генрих Мхитарян боролся за звание лучшего бомбардира в истории украинских чемпионатов С результатами Сергея Реброва и Максима Шанских И когда армянин достиг отметки в 22 гола Оказалось, что дело сделано Но тут у Генриха приключилась голевая засуха Когда дошел до 22, потом три игры я не мог забивать И как-то вот эта мысль меня как-то взволновала Что уже три игры не могу забивать Осталось там три тура, четыре тура Но слава богу, благодаря своим партнерам забил и 23, и 24 Домашний матч Ставрии – еще одна историческая веха сезона 2012-2013 На 74-й минуте Мхитарян ударом в дальний угол забил свой 23-й мяч в сезоне Все с игры Это человек очень большого сердца, очень хороший человек, очень хороший друг и очень хороший футболист Мне очень рад, что Генрих, именно он сделал рекорд, поэтому заслужил, поэтому что у него желание, у него работа вместе с командой ему принесла рекорд Но, как и весь шахтер, Мхитарян не мог довольствоваться одним рекордом Он бросился за легендарным Старухиным В далеком 79-м году Бабуся установил вечное достижение, забив в футболке Корняков 26 мячей Свой 25-й гол Генрих оформил в последнем туре Металлургу Но дотянуться до достижения 30-летней давности не сумел Рекорд Старухина остается ориентиром для любого нападающего, который одевает оранжево-черную футболку Мне кажется, здесь некорректно странно, это был чемпионат Советского Союза, это чемпионат Украины Это очень важно, что и один, и другой, это игроки шахтера Генриха я поздравляю с тем, что он забил 25 голов, молодец Но на его 25 голов, это есть и его заслуга, но и заслуга всей команды И мне кажется, Генрих забил 25, но у него еще была возможность забить 50 Потому что в каждом туре он имел по 3-4 момента И это заслуга всей команды Поэтому я именно с этим хотел бы поздравить Генриха Но не менее я хотел бы поздравить каждого игрока футбольного клуба «Шахтер» Потому что они все работали именно на то, чтобы кто-то из игроков оказался в той зоне и забил гол В концовке чемпионата «Шахтер» продолжил играть легко и зрелищно, забив в четырех матчах 13 мячей Отрыв от финишировавшего вторым «Металлиста» составил 13 очков А Кубок Украины, поднятый над головой в Харькове, стал логичным завершением футбольного хэт-трика на внутренней арене Похоже, в этом матче, забивший первым Фернандинио, передавал эстафету лидерства выросшим, повзрослевшим Алексу Тайшейре и Тайсену Новым лицам, новым лидерам полузащиты Горняков Однако был в конце весны один матч, который «Шахтеру» все-таки пришлось проиграть И это был, пожалуй, самый необычный поединок в истории Горняков Ведь против 11 оранжево-черных футболистов играла сборная из 111 детей из школ-интернатов Так «Шахтер» заканчивал сезон 2012-13, сезон, в котором он выиграл на внутренней арене все, что только можно И сделал это необыкновенно ярко и вкусно Молодцы! Молодцы болельщики, молодцы игроки, молодцы футболисты, вся семья футбольного клуба «Шахтер» Все на этот результат работали 30 августа, Гримальди форум, Монако, жеребьевка Лиги чемпионов Стив Макмонаман легкой рукой добросил шарик с «Шахтером» к «Челси» А следом Рууд Гулит отправил в компанию к украинскому чемпиону Ювентус Тот факт, что четвертым достался дебютант турнира «Датский Нордшеланд» не изменил ситуации Чтобы выйти из группы, «Шахтеру» предстояло оставить за бортом один из двух великих, по-другому не скажешь, европейских клубов Это была самая сильная группа, потому что у нас был настоящий чемпион, гигачемпион, настоящий чемпион чемпионат Италии И вот эта новая команда, Нордшеланд, молодая команда, ну они показали хороший футбол «Шахтер» начинал дома, и это был хороший знак А то, что эта группа была полна сюрпризов, подтвердил первый тайм «Нордшеланд» неожиданно для многих предстал вовсе не классической скандинавской командой, а неким датским аналогом Барселоны Правда, атаковать столь же эффективно, как Барса, викинги еще не научились Но мяч контролировали на взглядение, и в первом тайме смогли заставить «Шахтер» понервничать Они попробовали играть в футбол, как Барселона, пас, держать мяч, пас, пас, пас И у нас наша команда чуть-чуть потеряла, ну уже второй тайм команда И намного лучше играл, забирал мяч И попробовали играть в наш настоящий футбол, в стиле футбол И получилось, что Геша забивал два голи и выиграл первую игру Геша, он же Генрих Мехитарян, кстати, забил свой первый мяч в групповом турнире Лиги Чемпионов Под занавес первого тайма датчане уже не могли держать ими же предложенный темп А «Шахтер» не только мог, но и сумел дожать дебютанта, преподав урок быстрой атаки в несколько касаний Фернандини и Адриана вывели Генриха на завершающий удар И второй гол получился из быстрой атаки Горняков Как Армянину не хотелось помочь отличиться партнеру, пришлось забивать самому 2-0, с учетом ничьи Челси и Ювентуса «Шахтер» после первого тура возглавил группу Однако и эта победа, и все феерические разгромы в чемпионате Украины К моменту матча с Ювентусом на Евроарене не весили ничего Настоящим мерилом для атаки «Шахтера» должна была стать итальянская машина, которую создал Антонио Конте Сам дисквалифицированный рулевой смотрел на игру из-за стекла и смотрел мрачно Ибо то, что получалось у его команды в Италии, не прошло с «Шахтером» Горняки отказались подстраиваться под легендарный итальянский клуб, сыграв красиво, вкусно, с улыбкой Несмотря на класс и на имя соперника, «Шахтер» никогда не смотрит на это, он выходит на поле и играет в свою игру Не имеет значения, будет «Барселона» или «Ювентус» или «Челси» или там какой-либо другой клуб «Шахтер» всегда играет в атакующий футбол и старается играть в свой футбол, а не то, что заходить на поле и помешать другим играть С первых минут «Шахтер» заиграл в свой футбол, контролируя мяч, быстро комбинируя, создавая остроту на флангах Итальянский Грант не справлялся Пирло, Маркизио и Видаль проигрывали Виллиану, Хюбшману, Фернандиньо и Мхитаряну Гол Алекса Тешейры логично воплотил преимущество «Шахтера» Спасти не мог даже Буфон После гола игра перестроилась, игроки стали ждать ошибок итальянцев Но случилось то, что в этом сезоне было присуще «Шахтеру» не меньше, чем блестящая атака Позиционный промах при стандарте противника и оставшийся без опеки Бануччи сравнял счет Штанга, перекладина, Буфон «Ювентус» сумел удержать ничью, где-то благодаря везению, где-то опыту Но несмотря на потерю двух очков, «Шахтер» в Турине приобрел нечто невесомое, но очень почетное Право встать вровень с итальянским монстром Луческу не отказался от своего стиля Более того, Европа увидела именно тот «Шахтер», который он хотел Способный взломать одну из лучших оборон континента, диктовать свои условия на поле, играющий для болельщиков То была ничья, после которой гордишься своей командой Ну а команда жалела, что отпустила «Ювентус» Очень хорошая игра тогда у нас получалась И в концовке могли забить, и Вильян мог забить тогда И Енрих мог забить тоже Были моменты, когда мы могли все-таки увести три очка с Турина Итак, «Шахтер» выдержал испытания итальянским клубам Но впереди его ждала команда, которую на пути к Кубку Лиги Чемпионов Не смогли остановить ни Барселона, ни Бавария Самые именитые атаки Европы Перед домашним матчем с «Целси» кажется, волновались все Кроме Мерчел и Ческу Румынский наставник на предматчевой пресс-конференции Просто излучал позитив Непрерывно шутил, словно успокаивая «Все будет нормально, Шахтер справится» Это была моя уверенность Я знал, что мы можем их обыграть Хорошо изучил эту команду И был уверен, что если не допустим глупых ошибок То выиграем Ключ к победе в дуэли Луческу с Диматео Снова лежал в плоскости полузащиты И вновь донецкая система игры оказалась сильнее Ни Мата, ни Оскар, ни Азар не смогли сдержать бразильскую полузащиту горняков Тем более, что уже на третьей минуте Алекс Тешейра спас Авелиана Открыл счет Забил Буфону, забил и Чеху Да, мы играем во вкусный футбол Президент прав в своем выражении У нас не только бразильцы Все играют с удовольствием, весело, с улыбкой Система гения Луческу разнесла устои британского футбола Так отзовется британская пресса об этой игре Хотя говорить о тотальном преимуществе Шахтера, конечно же, было неправильно Трибуны Донбасс-арены увидели футбол высочайшего класса Футбол, в котором оранжево-черные, как команда Оказались достойны победы над обладателем Кубка Чемпионов Фантастический настрой Непрерывная, неустанная работа в центре поля Привели к тому, что Фернандиньо вынудил ошибиться плеймейкера в Челси А Луис Адриано подтвердил Он не только бомбардир, но еще и прекрасный ассистент Пас в нужный момент и выверенный удар Фернандиньо Трудовой, в то же время такой шахтерский гол Трибуны взревели, праздная удвоение преимущества на табло Но победу еще нужно было удержать Челси удалось отквитать один мяч Больше шансов противнику Шахтер не дал Челси сложил оружие и к экватору группового этапа Дончане единолично возглавили группу Впереди была игра на Стэнфорд-бридж Которая Шахтер мог досрочно обеспечить себе выход в плей-офф А Челси остаться за бортом С какими мыслями выходил Шахтер на Стэнфорд-бридж? После блестящих матчей с Ювентусом на выезде и Челси дома Наверняка уверенным в своих силах Но игра в Лондоне стала тестом Тестом на психологическую устойчивость Ведь столько ошибок, сколько граники сделали в Англии Они не допускали нигде Стэнфорд-бридж увидел один из самых драматичных поединков того розыгрыша И один из самых зрелищных Противник блестяще играл в атаке и командно, и индивидуально На каждый обидно пропущенный гол Шахтер отвечал почти сразу Фернандиньо и Срна создавали, Виллиан завершал Футбол с обоюдными шансами, футбол равных противников И ничья была бы для горняков хорошим турнирным результатом Но играть на ничью в том розыгрыше команда Луческо не хотела Атаковать до конца на Стэнфорд-бридж при ничейном счете Могли позволить себе единицы Но если уж не повезет, то трижды Виктор Мозес на последних мгновениях матча рассыпал все старания в прах Стандарты все-таки какая-то Все-таки просто что они все время у нас получаются На последних минутах Как бы то же самое с Вентусом В концовке первого тайма То же самое на Стэнфорд-бридж, Челси В конце игры получили гол Ну да, где-то, не знаю, тяжело сказать Может концентрация внимания где-то в концовке, расслабленность Может какая-то появляется, что уже все вроде, да, ничья Или что там, как бы очки уже есть Тяжело судить, конечно Ну вот какие-то такие вот индивидуальные, наверное, ошибки присутствуют Шахтер уступил в одном из самых ярких матчей того розыгрыша Однако огорчил одним лишь результатом Ведь о таком уровне футбола в гостях у английского гранда Оранжево-черные фанаты мечтали долгие годы Поражение в Лондоне требовало положительного результата в следующем матче На выезде с датским Нордшеландом Возможно, эта ответственность и сказалась в первом тайме У защиты не клеилось, контроль над центром поля не получался А в атаке случился казусный гол Луиса Адриана После которого бразильцу даже пришлось приносить публичные извинения Находясь спиной к эпизоду и среагировав только на пас Фурвард нарушил негласное правило фэрплей Однако сомнений в том, что Шахтер сильнее датчана без гола Адриана Не возникло Еще четырежды чемпион Украины Заставил хозяев начинать с центра поля По итогам дубль Виллиана Хэт-трик того же Луиса Адриана 5-2 Вместе с победой приходит и новая сестурина Ничья там означает, что Шахтер прошел группу смерти А лишним в плей-офф оказался один из двух западных гигантов Оставался последний матч группы Декабрьский дома с Ювентусом Матч за первое место, который, конечно же, хотелось выиграть Закончив год на мажорной ноте И финишировать первым, получив преимущество при жеребевке соперника по плей-офф Но последний аккорд сыграть так, как Шахтер умеет, не удалось Тот матч был последним для дисквалифицированного тренера Ювентуса Антонио Конте в режиме за стеклом И Пьян Канери сделали подарок своему тренеру Обмен моментами Чеш и Ресов колебались 50 минут Но автогол Александра Кучера при равной игре стоил Шахтеру первого места Футболисты были мыслимые в отпуске, так как играть в последнюю игру, а после этого все должны были домой полететь И я думаю, что это очень сильно помешало И еще помешал тот факт, что мы уже были как-то в плей-оффе Тем не менее, главная задача выхода из группы была выполнена Выполнена при красивой игре в противостоянии с командами, славящимися своей защитой Путь атаки, которую выбрал Шахтер, выдержал проверку лучшим клубом Европы Но следующим на пути горняков стал близкий по философии немецкий гигант Главный тренер которого, Юрген Клоп, тоже отдавал предпочтение вкусному футболу Первый такой ожидаемый матч с немцами игрался в феврале Однако Донбасс-арена была раскалена Болельщики соскучились по футболу Тайсон вместо Виллиана остальные герои осени в строю Но еще не набрана форма, потому и привычной легкости не хватало В такой непростой ситуации, когда не все получалось впереди, слово взял капитан В самый нужный момент хорватский мастер стандартов показал, что умение забивать важные голы со штрафных никуда не исчезло Значит, недаром отпускал бороду на фарт Увы, воспользоваться психологическим преимуществом Шахтеру не удалось Горняки вновь пропустили под занавес тайма И вновь из-за ошибок в собственной штрафной Ход был за Луческу, и он показал, что значит умение менять течение матча заменами Стоило Дугласу Кости появиться, как он заработал овации стадиона и поцелуй главного тренера в темечко Бразилец разобрался с двумя защитниками, даже не заметив их Кто знает, как бы повернулось это противостояние и кто бы прошел в одну восьмую финала Если бы Барусия не использовала уязвимое место Шахтера Игру на стандарте То, что преследовало Корняков на протяжении всего сезона, сработало против него и в решающий момент Сыграв здесь ничуть 2-2, да, у нас может первая официальная игра была И когда после сбора, когда мы играем, да, мы играем много как бы товарищеских игр, да, контрольных В перерыве, да, и все-таки он не дает, наверное, все-таки это как бы официальная игра есть официальная, да, товарищеская есть товарищеская Психологически все-таки, да, вот именно настроить себя, как бы это, ну, разный уровень все-таки Лига чемпионов и товарищеская игра Это разные, как бы, уровни все-таки намного Теперь горнякам предстояло невозможное Выиграть там, где оступили Сериал и Манчестер-Сити И в далекой от пика форме сыграть лучше команды, потенциал которой позволил дойти до финала К такому подвигу Шахтер объективно был еще не готов Ну а то, что немцы хороши в атаке, подтвердил первый тайм, когда Боруссия воплотила свое преимущество в мячи Сантана и Гетце Спасти такую игру можно было только у чужих ворот И за считанные минуты второго тайма Дуглас Коста несколько раз мог качнуть чаши весов уже в сторону Шахтера Защита Боруссии оказалась вовсе не так хороша, как ее атака Обидно, но свои моменты у ворот Вайденфеллера украинская команда упустила 0-3 в Дортмунде Такой итог подвел Блащиковский, остановив Шахтер на стадии 1-8 финала При счете 2-0 у нас еще были моменты Сразу во втором тайме за 15 минут у нас было 4 момента Но не могли забить и пропустили потом третий гол А после этого уже подумали, что все потеряно Но еще раз скажу, что играли до последней минуты Хотели, старались, хотели забить Но футбол Горняки до следующего сезона прощались с лигочемпионовской мечтой Оставив Европе на память содержательный, умный и вкусный футбол А оранжево-черным оставались чемпионат и Кубок Украины Однако неудача в Дортмунде имела и непрямые последствия У Мерчи Луческу летом заканчивался контракт и в прессе начала нагнетаться нервозность Издание отправляли румынского тренера то в Анжи, то в Пари Сен-Жермен, то в Интер Молчал президент, ждал тренер, волновались игроки Было давление, появились слухи А я не хотел выглядеть так, словно бегу от сложностей Хотя знал об уходе Фернандиньо и о том, что Мхитарян может уйти Остался реконструировать команду Хочу выйти на тот уровень, что был в прошлом году Я не был в поисках другого тренера А Мистер не был в поисках другого клуба Понятно, что у Мистера было очень много предложений И понятно, что в Шахтер многие специалисты хотят прийти работать Но моя душа была с Мистером Этот тренер очень много сделал для Донецкого Шахтера Но я убежден, что он еще больше сделает Это очень опытный тренер Это очень амбициозный тренер Амбициозный человек И опытный человек И я хочу сказать, что у него тоже еще хороший аппетит. А он хочет побеждать. Он еще голодный. И я хочу, несмотря на его 68 лет, я хочу сказать, что он еще так... Я посмотрел, как он руководит командой, то мне кажется, ему 45, не больше. Мне иногда кажется, что он моложе, чем я. Президент «Шахтера» заключил с Мирчей Луческу новое соглашение на два года, подтвердив, что вкус футбола по-донецке ему по-прежнему по душе. В следующий сезон «Шахтер» входил уже без Мхитаряна, Фернандиньо, Раца. Он изменился, но остался «Шахтером». И принцип у него остался тот же – играть во вкусный футбол. И цели – победа в любом турнире, в котором он участвует, в том числе и в самом заветном. Мы хотим победу в Лиге Чемпионов. Мы хотим стать лучшим клубом Европы. Но за один день этого не сделает никто. И самое главное – собирается команда. Команда профессионалов. Амбициозная команда, которая – это весь коллектив футбольного клуба «Шахтер». Это и тренерские штабы, и академия, и врачи, и менеджмент. Это все подразделения футбольного клуба «Шахтер» и болельщики. Мы все работаем на эту цель. И когда это произойдет, мы тогда скажем, что этот успех мы планировали. Он не случайно попал к нам в руки. Мы о нем говорили, мы о нем мечтали, мы ставили перед собой эту цель. Но на это нам понадобилось, может быть, много, а может быть, очень много времени. Но самое главное, если мы не поставим перед собой цель, я могу твердо сказать, этот успех в руки не придет. Я не могу, допустим, добиться чего-то, если я не понимаю, а что я хочу. Я думаю, любой человек будет перед собой ставить самую амбициозную цель и по этой дороге идти. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Да-да-да Субтитры сделал DimaTorzok